Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым. Спустя 4 года я вновь в Пятигорске. Давайте посмотрим, что здесь нового интересного. Из Крыма в Пятигорск я попал в вечернем рейсе авиакомпании Азимут, которая 2 раза в неделю связывает крымский аэропорт Айвазовского с минеральными водами. Ну все, заходим в самолет. Посадка через телетрап. Быстро, удобно и очень комфортно. Лететь около часа и время в пути проходит незаметно. Я уже не раз летал Азимутом. Это отличная авиакомпания, которая базируется в Ростове-на-Дону. Новые самолеты и широкая, постоянно развивающаяся маршрутная сеть. Билеты, кстати, лучше всего покупать на сайте авиакомпании напрямую. Не успел я и глазом моргнуть, как самолет начал снижаться. Скоро мы прибываем в аэропорт Лермонтов. Как замечательно, что наши российские курортные регионы, Крым и Минеральные воды связаны авиационным транспортом. Мы с удовольствием ездим друг к другу в гости. Меня встретили друзья и отвезли в центр Пятигорска в исторические апартаменты. Чуть позже я вам их покажу. Ну а рассвет мы решили встретить на необычной смотровой площадке. Тут открывается фантастическая панорама на города-курорты Пятигорск, Железноводск и Минеральные воды. На горы Локолиты и, конечно же, на Кавказский хребет. Мне даже повезло увидеть Эльбрус. Вот так здорово началось мое путешествие. Ну а какое же утро без спорта и пробежки. Я сегодня хочу вас познакомить с очень интересным человеком. Мы с вами узнаем у него, бегает ли Кавказ. Миша, привет. Привет. Как дела? Отлично. Бегает ли Кавказ сегодня? Кавказ, конечно же, бегает. Или, как говорят в СМИ, Кавказ ран. У нас проводится большое количество спортивных событий, марафонов, на которые мы приглашаем туристов и, конечно же, местных жителей. Поэтому добро пожаловать на Кавказ. Друзья, мы с вами на бесстыжих ваннах. В тот раз у меня не получилось в них искупаться, хотя было и лето. И я обязательно сейчас в них залезу. Свершилось, я залез в ванны, бесстыжие ванны. Там целая линия гряда гор и внизу Пятигорск. А здесь водичка градусов, наверное, 40 с запахом сероводорода устойчивого. В общем, приезжайте в Пятигорск и окунайтесь в бесстыжих ваннах. Это просто кайф. Здесь течет вот такой водопад из сероводородной воды. Но важная особенность. Здесь нельзя находиться больше 15 минут. Поэтому все, мое время истекло. Я пошел. Но провал в Пятигорске, это, наверное, самый стабильный провал из всех, которые я знаю. Он до сих пор, представляете, не провалился. Но давайте мы все равно зайдем и посмотрим. Ну что, друзья, мы с вами проверили. Провал так и не провалился. А теперь я предлагаю вам пойти в Нарзанную галерею. Но перед галереей мы обязательно дотронемся до Остапа Бендера. Возьмем у него один билетик, чтобы провал по-прежнему не провалился. Вот мы с вами немножко переместились от провала в районе курортного бульвара. Сюда можно дойти пешком. Есть питьевой билет из точек номер 7. Давайте зайдем и попробуем. Друзья, а у нас с вами пришло время обеда. И у меня для вас замечательный сюрприз. Мы с вами на верхнем рынке. Это один из старейших рынков Пятигорска. И здесь находится замечательное место, которое вам обязательно нужно посетить, если вы приехали в этот замечательный город. Я просто не мог не заглянуть в неописуемые красоты торговые ряды. Здесь можно найти что угодно. И мед, и сладости, и различные фрукты, и овощи. Но давайте все-таки пойдем пообедаем в Кухне Мира. Это удивительное место. Центральный фудкорт, где есть дагестанская, карачаевская, балкарская кухня и множество всего другого. От шашлыков до сладостей и морепродуктов. С креветками, устрицами и всякой всячиной. Идешь по этому месту и глаза просто разбегаются. Посмотрите, какая красота. Никаких вам KFC, Макдональдсов и прочих сетевых и наземных забегаловок. Я себе взял плов, салатик и немного сладостей. Пообедаем и отправимся в удивительное иммерсивное путешествие. Ох, ну и вкусно же я перекусил в гастромаркете. А теперь я предлагаю вам погрузиться в фантастическое путешествие. Это иммерсивный променоспектакль «Путешествие за тайной воды». Нас ждет совершенно необычная прогулка без проводника, но вот с такими наушниками. Идемте. Остановитесь на мгновение. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Вы готовы войти в нее? Готовы окунуться с головой в приключения? Тогда распахните глаза и с выдохом отправляйтесь за моим верным помощником, который будет вести нас сквозь все водовороты и пороги. В путь, друзья мои! Честно, друзья, скажу вам, я впервые участвовал в такой экскурсии, правильнее сказать, в целом действии, в которое погружаешься сам, с головой, с чувствами. Под конец меня даже посетило невероятное ощущение легкости, какое-то вдохновение и даже эйфория. Передать словами мое ощущение сложно. Видео тоже не дает испытать всю полноту эмоций. Будете в этих краях, обязательно сходите на иммерсивный променоспектакль «Путешествие за тайной воды». Моя прогулка в наушниках невероятным образом превратилась в театральное знакомство с Пятигорском. За 75 минут 10 знаковых героев и порядка 20 достопримечательностей ждали нас на маршруте. Город, улицы, дома, вывески, прохожие и я сам стали его частью. Все вокруг заиграло совершенно по-другому. Ваше воображение в роли зрителя дорисовывает декорации по сценарию, а сердце ловит тайный смысл философской загадки. Не закручивать свою жизнь крышкой раньше времени. И вот вы уже стоите на вершине горы, вглядываясь в линию горизонта. А в ваши сердца капля за каплей проникает она. «Любовь». Слышите? Чувствуете? Как хочется сделать полный вдох. А за ним еще один. И еще ощутить головокружение. От кислорода? Или от любви, которая оживает в сердце? Еще вдох. Невозможно перестать любить, как невозможно перестать дышать. Но можно сделать это неукрадкой, полной грудью. Спешите же любить. Искренне и свободно. Смело. Прямо сейчас. Обнять близкого человека, пока он с вами. Замечательная у нас получилась экскурсия. А кстати, из Пятигорска можно привезти отличный подарок. Это косметика курорта. Производство находится в Пятигорске. Они создают натуральную косметику по особым рецептам красоты. Уход за кожей, телом и волосами. В каждом продукте заключена польза натуральных ингредиентов. Дома вы с ней сможете себя почувствовать, как на курорте. Рекомендую. Экологично, демократично по цене, ну и конечно же полезно. Загляните в парк Цветник, в галерею мастеров. Косметика курорта – отличный подарок из Пятигорска. Друзья, а я остановился. Это исторические апартаменты в центре Пятигорска. Называются Травертин. Давайте зайдем, я вам все покажу. Так, здесь такой коридорчик. Так, добро пожаловать. Смотрите, как здорово. Небольшая кухонька. Так, уютно и тепло. Санузел. И вот такая комната. Есть телевизор. Двуспальная кровать, столик. Ну, в общем, все, что нужно для спокойного и комфортного отдыха. А теперь я вам предлагаю познакомиться с очень интересным человеком. Это гид по Пятигорску. В общем, давайте, увидите все сами. Вардан, привет. Привет. Давно не виделись? Да. Как дела? Все замечательно. Я очень рад, что ты приехал сегодня в Пятигорск. И мы не просто где-то там нашли на окраине города. Мы в историческом центре, рядом с потрясающим зданием. Бывшая гостиница «Эрмитаж», которая находится прямо за мной. А сегодня мы все вместе пройдем по историческому центру города Пятигорска до Некрополя. Это старинное кладбище, довольно интересное и примечательное для туристов. Итак, мы сейчас решили обойти потрясающей красоты дореволюционное здание бывшей гостиницы «Эрмитаж» по проекту архитектора Гущина. А построено оно по заказу купца Александрова, которому посоветовал вложиться в гостиничный бизнес купец Шумов. Один из богатейших людей Пятигорска до революции. Ровно 100 лет назад здесь также было оживленное движение. Ездили повозки люди, проходили манифестации здесь были. Если вспоминаем, что был 1922 год, это окончание гражданской войны. Пожалуйста, посмотрите за мной на потрясающий фасад здания бывшей гостиницы «Эрмитаж». Мы уже ее видели. И вы удивитесь, как может быть одно здание быть таким разным с каждого ракурса. Поэтому не поленитесь, всегда обходите старинные крупные здания в таком маленьком чудесном городе Пятигорске. Они таят секреты. А сейчас посмотрите на вон ту скульптуру. Так как заказчиком бывшей гостиницы «Эрмитаж» был купец Александров, то на скульптурных группах были изображены персонажи коммерции и фортуны. Те аллегории, которые должны сопутствовать любому успешному бизнесу. Мы сейчас обошли сквер имени Лермонтова, где находится первый памятник этому поэту в России. Он поставлен был в 1889 году. И подошли к зданию Римской католической церкви, построенной по проекту братьев Бернардации. И говорят, что именно это здание, которое находится прямо за мной, является тем самым без изменения строением, которое показывает талант великих швейцарских зодчих. Это здание уникально тем, что является единственным на Ставрополии сохранившейся Римской католической церковью. И она функционирует до сих пор. Здесь проходят службы, здесь есть орган. А если вам удастся попасть на какой-либо католический праздник, то, пожалуйста, зайдите внутрь, присядьте и посмотрите на тот интерьер, который сейчас сохранился. Здание, которое находится прямо за мной, примечательно тем, что здесь выступала Надежда Константиновна Крупская. По краеведческой легенде, архитектор Кузнецов якобы прибыл из Баку, будучи уже пожилым, посмотрел на свой дом и печально ушел. Чем знаменит Кузнецов? Он построил такие здания, как Театр Апереты, Азово-Донской банк и Особняк Мациевского. Для его любителя урбанистики приятно замечать репер. Это такой знак, необходимый для геодезистов. В данном случае он за 1929 год. А вот это знаковый дом для всех любителей Михаила Юрьевича Лермонтова. Именно здесь поссорились Мартынов с великим русским поэтом. Когда вы гуляете по старинному городу, это подобно чтению исторического романа, нужно обладать очень хорошим воображением. И кто бы мог подумать, что на месте фонтана, рядом с которым мы стоим, когда-то был Пятигорский острог, деньги на которые выделил купец Алексей Петрович на Итаке. Он был грек по происхождению, благотворитель и даже умудрился быть городским головой. Пятигорск знаменит своими особняками, дачами, доходными домами. Прямо за мной находится вилла Рос, которую построил архитектор Шрётер для своего друга, главного химика управления Кавказскими минеральными водами, Эрнеста Эрнестовича Карстенса. Дом, к сожалению, известен трагическими событиями времен Гражданской войны, когда в 1918 году его национализировали, было уплотнение, и супруга Карстенса, Дагмара, здесь умерла. А Карстенса, к сожалению, за его деятельность репрессировали в 1939 году, в 1944 году умер в Оркуте. Друзья, мы в пивете источника номер 19, посмотрите, здесь сохранилась мозаика, вот эти израсты, и не сравнить с нашей лизачельницей Майнаки. Любой гость города Пятигорска должен хотя бы один раз попробовать минеральную воду. Я лично рекомендую источник номер 19, он очень питкий. Если вы обратили внимание на потрясающие керамические панно, которые находятся прямо за мной, то здесь сюжеты из произведений Михаила Юрьевича Лермонтова, что, конечно же, естественно для Пятигорска, но одна из героинь этой мозаики является скульптором. Вот таким образом она себя увековечила. Любое хорошее путешествие имеет не только начало, но, естественно, имеет конец. И в Пятигорске у вас есть потрясающая возможность завершить свое знакомство с этим красивым южным городом на Пятигорском некрополе. Основанный в 1824 году, он привлекает до сих пор туристов со всей страны, поклонников творчества Лермонтова, людей, которые изучают историю русского дворянства. И, в принципе, хотят соприкоснуться с эстетикой черной скульптуры, понять, что такое жизнь, что такое семья, просто принять этот мир. Легкий ужин приятнее всего провести по моему опыту в Пятигорском кафе Печорин, где в уютной обстановке подают свежие и вкусные блюда европейской и кавказской кухни. Я остановил свой выбор на авторской чайной церемонии под самовар и блины с начинкой. А перед отъездом в Кисловодск я решил заглянуть в потрясающую частную сыроварню номер один в регионе. Называется Иль Касара. Тут же можно сразу приобрести понравившиеся сыры. Бранд-шеф готов побаловать вас оригинальными блюдами из меню. Одним словом, как в Италии. Только лучше. И это на Кавказе. Пожалуйста, ваша пицца. 44 сыра. Прямо реально 44 сыра? Конечно. Ассорти все возможные. И вы можете назвать их по названию? Самое, конечно. Здесь козьи сыры, брюш-де-шомбор, белпер-кноли. Здесь, значит, монтазио, окрашенное в оранжевое масло дерево анаты. Здесь также творожно-чесночный белпер-кноли. Ну, в общем, я понял. Вы в тени. Да. Забираем. Приятного аппетита вам. Ну, что, друзья. Я надеюсь, вам наше путешествие понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Капитан Крым. До скорых встреч. Всем привет из Пятигорска. Субтитры сделал DimaTorzok